Всем привет! Добро пожаловать на канал Russian with Dasha. Сегодня я записываю видео в дачной обстановке. Я надеюсь, что меня хорошо слышно. Спасибо за ваш отклик на видео с Даниэлем. Я очень рада, что вам понравилось. Сегодня у меня в гостях моя студентка Ясмин. Мы с ней окончили курс А2, и она поделится своим опытом, поэтому смотрите, записывайте и задавайте вопросы в комментариях. Ясмин, привет! Привет, Даша! Как дела? Всё хорошо, спасибо! Отлично! Расскажи, пожалуйста, немного о себе. Откуда ты и чем ты занимаешься? Я родилась и выросла в Австралии, в штате Квинсленд. Я работаю с группой студентов в университете, и также работаю волонтером- преподавателем английского языка, иностранным студентом. И раньше я работала учителницей музыки в школе. И почему ты решила изучать русский? И когда ты начала? Расскажи, пожалуйста. Я начала изучать русский язык два с половиной года назад, когда я впервые начала думать о поездке в Среднюю Азию. У меня есть подруга из Казахстана, и я бы сказала, что перед тем, как мы познакомились, я ничего не знала о Средней Азии. Но когда я слышала из рассказы об этом регионе мира, я думала, что было бы интересно туда поехать. У нас с тобой был урок номер девяносто четыре. Мы с Есмин занимались по девяносто минут, и за это время мы прошли учебник Привет, Россия для уровня А1, а также учебник Привет, Россия для уровня А2. Но я знаю, Есмин, что ты начала изучать русский ещё до наших уроков. Расскажи, пожалуйста, как ты это делала и что ты умела? Когда я начала изучать русский язык, я нашла в интернете онлайн-курс учителя Марка Томпсона, называется Russian Accelerator. Я прошла этот курс, и потом я нашла твои видео на YouTube, и смотрела их с удовольствием, и потом два года назад я начала заниматься с тобой. Да, расскажи, пожалуйста, немного про этот курс. Сколько часов примерно, сколько часов ты занималась, и много ли было упражнений? В этом курсе девяносто коротких аудио и видео уроков, и я могла делать этот курс самостоятельно. Когда я в машине или на прогулке, есть множество возможностей практиковаться в разговорной речи и админировании. Почему ты решила начать заниматься с преподавателем? Потому что я думала, что это важно — говорить с людьми, и да. Конечно, говорить с людьми очень важно. Я знаю, что у тебя есть подруга, с которой ты говоришь по-русски. У меня есть несколько друзей, которые говорят по-русски. Я познакомилась с одной русской подругой в университете, где я работаю. И в прошлом году мы встречались обычно раз в неделю, чтобы практиковаться в разговорной речи на русском и на английском языках, потому что она тоже хотела практиковаться в разговоре на английском. Одна из моих других подруг из Грузии, она живет здесь в Австралии, но в другом городе. И раньше в этом году общая подруга нас познакомила, и мы встречаемся иногда раз или два раза в месяц онлайн, чтобы поговорить по-русски, и она очень добрая. И моя другая русская подруга, моя подруга из церкви, она моя очень дорогая и близкая подруга, и мы проводим много времени вместе, и поэтому она часто помогает мне говорить. И, конечно, слышно, что в твоей жизни много разговорной практики. У нас с тобой были уроки по 90 минут. 90 минут в неделю мы изучали русский язык, делали упражнения, учили грамматику, говорили. И кроме этих уроков, сколько ещё ты занимаешься? Это трудно сказать. Это зависит от того, сколько у меня есть времени. Я занимаюсь русским языком каждый день. Я пользуюсь приложениями Drops и Duolingo. Может быть, пять-десять минут в день. И, конечно, у нас есть урок русского языка онлайн каждую неделю. И в течение недели я также делаю домашние задания. И иногда слушаю подкасты на русском языке, в машине или на прогулке. И, как я уже сказала, у меня есть друзья, которые говорят по-русски. И иногда мы говорим на русском языке, может быть, раз или два раза в неделю. Ясмин, ты сказала, что слушаешь подкасты. Поделись, пожалуйста, подкастами, какие тебе нравятся и как ты с ними работаешь. Я рекомендую подкаст Марка Томпсона. Называется Russian Made Easy. Я думаю, что это полезно, когда ты начинаешь изучать русский язык. Можно слушать этот подкаст и практиковаться в любое время в машине. Я также рекомендую его онлайн-курс Russian Accelerator. И я также люблю твои подкасти Russian with Dasha и Russian Twist. И еще один подкаст называется Русское радио-шоу. Я слушаю подкасты или читаю какую-нибудь историю. И потом пытаюсь рассказать об этом своей русской подруге. И это хорошая практика. Да, да, спасибо, что поделилась этим. Действительно, даже если у вас нет русских друзей, вы можете, прочитав какой-то текст или послушав какое-то аудио, попробовать пересказать то, что вы узнали или услышали. И тогда вы поймете, какие слова вы не помните, и что нужно повторить, чтобы свободнее говорить по-русски. И ты сказала про Russian Radio Show. Это отличный подкаст. Мне тоже он нравится. И смотришь ли ты какие-нибудь YouTube-каналы, каналы преподавателей русского и аутентичный контент на YouTube? Наверное, нет. Я больше читаю. Да, расскажи, пожалуйста, что ты читаешь? Какие книги ты рекомендуешь? Я купила в интернете две книги коротких, простых историй на русском языке. Они книги для студентов, которые изучают русский язык как иностранный. Поэтому в них простой язык и также список любых сложных слов в конце. И это полезно. Первая книга — это Short Stories in Russian, авторы Оли Ричард и Алекс Роллингс. В этой книге есть восемь историй. И каждая история состоит из трёх глав. И можно также прослушать эту книгу в виде аудиокниги. Вторая книга — это Russian Short Stories for Beginners. На обложке нет авторов. Может быть, есть несколько авторов, не знаю. В этой книге 20 рассказов, но они короче всего на 2-3 страницы. Я думаю, что эти книги интереснее и весело читать. Да, спасибо большое. Отличные рекомендации. И когда ты читаешь, ты потом тоже пересказываешь. И мне интересно, записываешь ли ты какие-нибудь фразы? Это хорошая идея, но обычно я только читаю и стараюсь понимать. Хорошо, молодец. Какие ещё материалы тебе помогают? Ты сказала про приложения. Что-то ещё ты используешь? Может быть, смотришь русские новости? Обычно нет. Но мне нравится наш учебник «Привет, Россия!» Потому что в нём есть интересные статьи, полезные слова и возможности попрактиковаться в чтении письма и аудировании. Но я думаю, это всё для меня. Да, и у учебника «Привет, Россия!» есть электронная версия. Ясмин, какие советы ты можешь дать иностранцам, которые потеряли мотивацию или не видят прогресса? Я рекомендую практиковать русский язык каждый день, даже если это ненадолго. Мой второй совет — старайся выучить не только отдельные слова, но и фразы, чтобы лучше понимать контекст этих слов. Я также думаю, что это полезно попробовать говорить с людьми, которые говорят по-русски, и попросить их тебе помочь, когда ты говоришь с ошибками. И моя другая рекомендация — это совет, который я прочитала в учебнике. И мне кажется, это хороший совет. Старайся как можно больше переводить на русский язык всё, что ты слушаешь и читаешь. И да, например, рекламу, название статьи или отдельные слова и фразы разных людей, и это тренирует мозг. Отличные советы, спасибо. Я также хочу добавить, не бойтесь делать перерывы. Всё-таки если вы устали, если вы чувствуете, что информации слишком много, отдохните несколько дней или даже неделю. Вот мы с тобой занимаемся уже, как ты сказала, два года. Я, если честно, плохо помню, когда был наш первый урок. И в течение этого времени у меня был отпуск, ты отдыхала. Поэтому мы, конечно, занимались не каждую неделю. Иногда делали перерывы на две, иногда даже на три недели. Ребята, если вы чувствуете, что устали, ничего страшного в том, чтобы сделать недельный перерыв, отдохнуть, съездить на природу, погулять, а потом снова вернуться к изучению русского языка. И также могу добавить, что чем больше вы слушаете, тем лучше вы говорите. Поэтому находите каналы на интересные вам темы, смотрите их, попробуйте пересказать то, что вы узнали, и практикуйте с носителями языка. Какие планы, Ясмин? Я знаю, что твоя жизнь очень скоро изменится. Да. Сейчас я собираюсь поехать в Среднюю Азию. Я получу на следующей неделе, чтобы преподавать там английский язык. Я знаю нескольких людей там, и они друзья-друзья, и они помогли мне найти работу в школе английского языка. И я хочу работать там два года. И в стране, в которую ты поедешь, говорят на русском? Да. Они говорят на русском, да. То есть у тебя будет возможность показать, что ты умеешь, и найти новых друзей благодаря знаниям русского языка. Да, я надеюсь. Замечательно. Спасибо большое. Если у вас будут вопросы, пишите, пожалуйста, их в комментариях. Я думаю, что Ясмин на них ответит, или на них отвечу я. И у нас с тобой ещё осталось несколько уроков. Я думаю, что мы будем изучать лексику, которая будет полезна в путешествии, в быту. Ну, Ясмин, большое спасибо тебе за участие. Ты молодец, отлично говоришь. Я тобой горжусь. И, как вы видите, занятия с преподавателем — это всего 50% успеха. Если вы думаете, что вы будете свободно говорить по-русски, занимаясь только один час в неделю, ну, я могу вас разочаровать. И, Ясмин, ты дала отличный совет. Можно найти человека, который изучает ваш родной язык, и час, например, говорить на родном языке, час говорить на русском языке. Спасибо тебе большое! Я тебе желаю прекрасной поездки, и надеюсь, что мы с тобой сможем увидеться, может быть, в следующем году или через два года. Да, я надеюсь. Спасибо даже, и спасибо за приглашение. Друзья, если хотите поддержать мой канал или скачать транскрипции к моим видео и подкастам, присоединяйтесь к нам на Патреоне. Ссылка в описании. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!